Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши разговоры о литературе, о Священном Писании Ветхого и Нового Заветов и о том, как Слово Божие притворилось, отозвалось, распространилось в умах и в творчестве людей, которые восприняли его всем сердцем. Это книга пророка Даниила. Она рассказывает нам о... Самая главная ее историческая тема или исторический контекст это исход, или вернее пленение, уведение в плен народа израильского в царство Вавилонское, или Халдейское, которое покоряло земли, расширяло свои владения и агрессии, завоеванию подвергся и Израиль. И вот Израиль пал. Последнее израильское царство иудейское сокрушено было вавилонянами, и израильтяне были уведены в плен. И, видимо, в самом начале покорения по распоряжению великого и могущественного, очень известного у многих на слуху, это именно Вахудоносор, царя Вахудоносора Вавилонского, среди плененных земледельцев, ремесленников, воинов, были отобраны особым образом дети из знатных семей, в которых, подчеркивает книга пророка Даниила, не было найдено никакого изъяна, но, прежде всего, внешнего. То есть это были красивые, совершенные, стройные, как мы сегодня сказали, такие спортивные в форме юношек. И предполагалось, что каковы они внешне, возможно, таковы они и внутренне, организованные, цельные, целеустремленные. В общем, все так и оправдалась эта надежда. И вот были отобраны особые юноши, которых приблизили ко дворцу царя с тем, чтобы особым образом их, готовя, сделать их возможным в дальнейшем помощниками царскими, функционерами, чиновниками, управителями каких-нибудь направлений или областей жизни. И вот книга пророка Даниила рассказывает нам о Вавилонском пленении. Но чтобы понять исторический контекст более широко, нам нужно вспомнить вообще, что это за такое противостояние, противостояние, и какие драматические события предшествовали этой беде, этому горю, когда целый народ депортирован, когда он уведен, снят со своих земель, когда земля родная разорена. Мы знаем и из новейшей истории такие страшные случаи, когда волей деспота или тирана вдруг целые народы переселяются из одного региона в другой. Так вот наша советская история об этом говорит. И кавказские народы, и крымские, они были волей Сталина, нашего современного тирана, переселяемые из одних областей в другие, потом с болью возвращались. И вот что предшествовало этой беде в древности. Ассирийское царство, предшественник царства Вавилонского возникло, о нем первые упоминания, как уже о сложившейся государственности, мы находим в XIII веке до Рождества Христова, или, как мы говорим, до нашей эры, иногда светские ученые. В XIII веке. И просуществовало оно довольно долго. Приблизительно около семи веков. Царство это было очень жестоким. Цари ассирийские всегда хвалились и оставили нам в глиняных своих, в клинописных глиняных таблицах рассказы о том, какие царства они покорили, сколько людей они убили, сколько они городов срыли с лица земли. Всему приходит конец, и особенно такой жестокости, и восстания в 606 года южных окраин ассирийского царства халдеев-вавилонян положил конец ассирийской империи, и возникла новая империя, вавилонская. В 604 году выцаряется этот самый царь, Навуходоносор, и правит довольно долго, до 561 года. В 586 году до конца не покорившийся Иерусалим войсками вавилонскими взят и срыт с лица земли, но во все царствование Навуходоносора и даже во время царствования его преемника Валтасара, возможно, его внука или правнука, и даже в первые годы следующего за вавилонским павшим при Валтасаре царстве, царстве персидском, медийском и персидском, при царе Кири, во все это время в Вавилоне одним из самых уважаемых, почетных и мудрых советников, правителей, часто бывшим чуть ли не вторым или третьим лицом в государстве находится Даниил, автор книги пророка Даниила. Он один из четырех юношей, которые были в самом начале в юности своей приближены ко двору, и рано он обнаружил свои особые дарования. О нем все говорили. Дух Бога Живого присутствует в Данииле, поэтому Даниилу открыты все тайны мироздания. Для него нет ничего потаенного. Даже ему сделаешь какой-то намек, или только начнешь о чем-то рассказывать, он это доскажет, потому что Бог его просвещает. А просвещает он его за его нравственную цельность, за его чистоту, за его преданность Богу, за решимость не идти ни на какие компромиссы ради своей выгоды, чтобы нарушить тот святой для него закон Божий, выражение воли Божьей, который он усвоил с самого детства и с юности своей. Вот пророк Даниил прожил долгую жизнь, и основные вехи и самые яркие моменты своей долгой, многотрудной, опасной, но Богу преданной жизни он отразил в своей книге. И вот мы сегодня с вами прочитаем, не прочитаем даже, а кратко я упомяну, о важном для нас моменте, который был замечательно притворен в мировой литературе. Это одно из наказаний и вразумлений царя Новохудоносора. Новохудоносор был, конечно же, человеком выдающимся, безусловно, великим правителем, может быть, талантливейшим военачальником. Он действительно создал громадную империю, но при этом, будучи восточным деспотом и в сознании которого даже и не предполагалось, что он должен с кем-то советоваться, хотя он советовался, безусловно, принимая свои решения, но его окончательная воля, это была его воля. И кого хотел, как вспоминает пророк Даниил, убивал, кого хотел, миловал, кого хотел, возвышал, кого хотел, унижал, кого целые государства, страны, народы приговаривал к смерти, и это исполнялось, а кого-то, наоборот, кому-то благоволил и покровительствовал. И поэтому волей он своей не встречал никогда никакого привятствия, и, естественно, человеку не полезно думать о себе, что он в центре мироздания, и что он должен принимать божественные по отношению к себе почести, и он возгордился. И когда он окончательно возгордился о том, что с ним произошло, Даниил рассказывает уже его преемнику Валтасару, вразумляя его, говорит, когда сердце его надмилось, и душа его ожесточилась до дерзости, и когда уже никакого иного вразумления, отрезвления он не был способен воспринять, тогда Бог страшно его наказывает. В книге пророка Даниила в 4 главе об этом говорится, что Бог наказывает не сразу, он постепенно, он вразумляет. Страшный сон снится Новоходоносору, он видит во сне громадное дерево, которое видно со всех концов земли. И это дерево высокое, пышное, на нем прекрасные листья, вкусные плоды, под сенью его укрываются разные животные, в ветвях его обретают, вьют гнезда разные птицы, и вот сходит с неба голос, бодрствующий и святой, мы сразу понимаем, о ком идет речь, о Господе Боди, произносит приговор этому дереву, говорит, срубить его, плоды разметать, листья сотрясти, и чтобы под ним уже не находило себе прибежище никакое животное, никакой зверь, и чтобы птицы все разлетелись, и только один главный корень оставить в земле, пусть будет он с травами полевыми и орошаем небесную росою, и даже этот корень держать все равно в цепях. Навухадоносор просит Даниила, ни халдеи, ни обаятели, ни гадатели, никакие другие волшебники этот сун в очередной раз не могут это видение разгадать, и просит пророка Даниила объяснить ему, что же он видел. Пророк Даниил, молясь Богу, онемел на какое-то время, лицо его даже меняло цвет, он был бледным, и он в конце концов говорит своему повелителю, «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его, дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотой свою достигало до небес, и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасны, и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло, и достигло до небес, и власть твое до крови земли. А что царь видел бодрствующего, и святого, сходящего с небес, который говорил, срубите дерево это, и разорите его, это та участь, которая тебя постигнет. С полевыми зверями будет часть твоя, доколе не пройдут над тобою семь времен, и будешь в узах железных и медных среди поля, среди полевой травы. Так вот значение этого царства. Ну, выслушал Навуходоносор это пророчество, может быть, испугался, образумился, но не сразу оно исполненность проходит. Время Навуходоносор забывает о нем, окруженный величием и блеском, и по прошествии 12 месяцев, рассказывая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия. Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос тебе, говорят царь Навуходоносор, царство твое отошло от тебя. И вот оно отходит от него, и царь превращается в зверя. Он покрывается шерстью, у него отрастают когти, как у хищной птицы, он ходит на четвереньках, разум его, в конце концов, покидает, от него к чести вельмож не отступают его окружение, оно его питает и бережет, охраняет это бедствие как государственную тайну, правит вместо него, потому что по порочеству Даниила это должно пройти, и это наказание проходит. И вот по окончании назначенного времени Навуходоносор возвел глаза к небу, и разум его возвратился к нему, и он благословил Всевышнего, и восхвалил, и прославил Пресносущного, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды. Он в очередной раз исповедует истинного Бога. Надо сказать, как-то удивительно, владыки царства Вавилонского, как и царство Персидского впоследствии, они вразумляемые на время были готовы признать, что над всеми властями и над всеми могуществами есть самый могущественный, самый властный, самый главный. Но это не меняло в корне их мировоззрение. Они оставались при своем образе жизни, при своих навыках и привычках, и часто оставались людьми очень жестокими и легкомысленными в самом преступном смысле слова. Так пало царство Вавилонское при приемнике Новохудоносора Валтасари, который, окруженный новыми силами Персов, желая подбодрить своих военачальников и свое окружение, приказал вынести некогда похищенные Новохудоносором, унесенные вернее, как трофеи сосуды Иерусалимского храма и тем самым налевая в них вино и приглашая всех пить и веселиться и пиршествовать, сказать, все мне подчинено. Вот даже сосуды самые священные Иерусалимского храма и те служат мне. Поэтому я сильнее всех. И тут окончательно наказание Божие осуществилось на царство Вавилонском и царство перешло к 62-летнему Дарию Персинину, возможно, этот тот самый Кир Персидский, при котором, это одно и то же имя, возможно, при котором Иерусалимни были возвращены, иудеи, евреи, как и другие народы, были возвращены на свою землю с тем, чтобы восстанавливать прежнюю жизнь. Вот эта история очень поучительная, очень вразумительная, о том, что ожесточение сердца и надмение души или надмение сердца и ожесточение души до дерзости, оно привлекает к себе как магнит в разумление наказания Божия. И это может быть не только с царями, это может быть с семейными деспотами, это может быть с маленькими начальниками на работе, это может быть даже с отдельным человеком, который вроде бы даже ни с кем не общается, но при этом сумолюбив до безумия и дерзок в своих желаниях удивительно. И то или иное наказание, которое по масштабу человеческой личности оно должно прийти, потому что Господь не оставляет свое творение, вразумляет, указывает, подсказывает, наказывает тех, которые теряют понятие о том, что надо жить по-человечески, надо жить среди людей и помнить о том, что вокруг другие свободы, у людей свои интересы и нужно уметь хотеть быть отзывчивыми, чуткими и к другим проблемам, и к другим бедам. Человек не может дерзать, встать по своим прихотям и желаниям вровень с Богом. Бог такого человека поставит на свое место. И чем выше человек вознесется, как Навуходоносор, тем ниже Бог его опустит, даже до зверского облика. Это хорошо было усвоено, прочитано и понято людьми умными во все века, и один из самых умных в наше последнее время, это, на мой взгляд, и мое мнение, это Клайв Стейплс Льюис, замечательный, великий, я бы даже сказал, гениальный писатель, выдающийся богослов, изумительный, образцовый для всех сказочников нашего времени, если еще они будут рождаться и появляться на земле, образец для всех сказочников, человек, который обладал, помимо всего прочего, и талантами, способностями выдающегося ученого. О нем вспоминают студенты, в его обширной библиотеке все стены большого кабинета были уставлены книжными шкафами и полками, и они не раз так вот забавляясь, вынимали какую-нибудь книгу, называли ее, начинали читать с середины, а их профессор Льюис мог продолжить, если не наизусть, то близко к тексту, и по крайней мере, быть в курсе всего, что написано в этой книге, и кто ее автор, и о чем она, это был человек удивительной эрудиции, поэтому совершенно не случайно, что некогда прочитанная книга пророка Даниила, а Льюис был великолепный знаток священного писания и ветхого и нового завета, она каким-то образом, наверное, вошла в его подсознание и потом облеклась в совершенно новые неожиданные образы. Одна из лучших сказочных повестей Хроник Нарнии, Покоритель зари или Плавание на край света, наверное, одна из самых удачных. Она настолько емка, содержательна, красива, глубока, мудра, что я просто не нахожу в русском, да и в английском языке, эпитетов, чтобы выразить весь свой восторг по поводу этой книги. От первого до последнего слова в ней, мне кажется, нет даже ни одной лишней запятой, не говоря о точке или многоточии. Все в ней к месту, все в ней удачно, все сразу попадает в цель, в ум и сердце. Начинается она с того, что Люси и Эдмунд, младшие дети в семье, гостят у своего двоюродного брата Юстаса, у которого фамилия значащая, и переводчики это понимают, Вред. В семье его звали Юстаса, а в школе всегда его звали Вредом. И это действительно была такая зануда. Это был такой какой-то ребенок совершенно испорченный, избалованный, несносный до безобразия полного. И всем трудно было с ним. Потом сказка есть сказка, дети попадают в картину, а на картине был изображен несущийся по морю парусник. Их обдает волной, ветер, растрепав волосы, Люси бьет этими волосами ей по щекам, потом они чувствуют холодный морской воздух, они оказываются на корабле, но корабль этот Вадим лордом Дриньяном и королем Каспианом, знакомым Люси и Эдмонду по предыдущей сказке «Принц Каспиан», он теперь владычествует Нарнией, они едут на край света, чтобы исследовать те острова, на которые отец Каспиана послал лордов для освоения новых неведомых земель. И вот во время этого плавания случаются разные приключения, они попадают в плен к работорговцам, Каспиан выручает своих друзей, а Эдмонда и Люси, они как первые освоители Нарнии, они тоже пользуются титулами их величеств, и выручает этого несчастного Юстаса Вреда, который бесконечно ворчит, всем недоволен, и при этом обнаруживает какие-то подловатые черты характера. В общем, команда претерпевает его, они его просто как неизбежное зло несут на себе, ну что же делать, он дальний родственник ее величества Люси, королевы и Эдмунда. И вот в конце концов они высаживаются на один из, как им кажется, необитаемых островов, и там случается с Юстасом странная и вразумляющая, очень назидательная, сразу напоминающая нам книгу пророка Данила «Приключения». Юстас слышит разговоры после страшной бури, корабль потрепан, мачта сломана, паруса изорваны, бочки многие прохудились, нужно работать не покладая рук, а он, ко всему прочему, как подобные зануды и не очень хорошие мальчики, еще, ко всему прочему, и лентяй, и он думает, как бы мне так, в конце концов, мне нужен отдых, и он задумывает, так неслышно и незаметно удалиться в лес, чтобы выспаться, а к концу дня появиться, как ни в чем не бывало, а может они уже успеют все и сделать, и он уходит, он заблудился, он оказался в совершенно неизведанной для него местности, он видит, как из пещеры выползает страшный дракон, сначала он смертельно пугается, а потом увидит, что дакон ползет к маленькому озерцу, чтобы напиться, и тут только прикоснувшись к воде, испускает последний дух, две струйки дыма вылетают из него, маленькая лужица крови истекает из его страшной пасти, он оказывается на боку, задрав лапу, Юстас убеждается, что он издох, и начинается страшный дождь, он вползает в эту пещеру, совершенная тьма, он не сразу догадывается, он не читал нормальных книжек, он читал только про инвестиции, капиталовложения, про экономику, про трубопроводы, про всякую, про всякую прочую дребедень, которая нисколько не помогает душе развиться и состояться в человеческую миру, и он не сразу понимает, что он на куче сокровищ, потому что драконы, они же на все блестящее, они отобсюду, они всюду летают, они грабят, они убивают, они раздевают рыцари, снимают с них доспехи, и все драгоценности собирают в свою пещеру, Юстас не сразу понимает, что он не просто на каких-то колючках, а на браслетах, на перстнях, на монетах, на коронах даже, которые особенно его колят, вот, и потом он заснул на драконьих сокровищах с драконними мыслями, и за это время, пока спал, превратился в дракона, сразу он этого не понимает, ему сначала видится одна лапа сбоку, потом другая, потом какие-то струки дыма, он думает, что он окружился, что он попал в логовище драконов, и только потом он догадывается, что он сам стал драконом, а перед тем, как он заснул, он все-таки видит, что что-то такое блестящее, хорошее, обнаруживает, догадывается, что все-таки он на драгоценностях, набивает все карманы, и браслетик надевает себе, особенно ему понравившись, с бриллиантиком себе на руку, но когда он стал драконом, то браслет-то впился в эту громадную драконью лапу и причиняет ему нестерпимые мучения. Вот, первая мысль была-была, теперь я померюсь с силами, теперь меня никто не обидит, теперь всем моим обидчикам, Эдмунду и Каспиану я покажу. Но эта мысль его не обрадовала, он почувствовал себя, он почувствовал себя совершенно несчастным. Об этом говорит замечательно. Но подумав о них, он тотчас понял, что совсем не желает с ними драться. Наоборот, ему захотелось стать им другом, вернуться назад, говорить с людьми, смеяться с ними, помогать им. Все это отныне невозможно. Он чудовище и навек отрезан от людей. Как царь Новохудоносор, став чудовищем, навек стал отрезанным от людей. Невыносимое одиночество овладело им, Юстасом, как некогда Новохудоносором. Он начал догадываться, что другие совсем не так плохи. А сам он не так хорош, как прежде думал. Он просто жить не мог, не слыша их голосов. И даже Репичипу, это такому мышу 60 сантиметров высотой, рыцарю, и даже Репичипу сказал бы спасибо за одно единственное доброе слово. Подумав обо всем этом, несчастный дракон, бывший когда-то Юстасом, горько заплакал. Наверное, не так-то просто представить себе, как страшный дракон плачет на взрыд посреди залитой лунным светом долины. Потом он приходит к людям, те ему не доверяют, в конце концов догадываются, думают, что, увидя браслет, что он сожрал лорда Актезиана, которому он принадлежал, этот браслет. — Злодей! — закричал Репичип дракону. — Значит, ты сожрал нарнийского лорда? Но дракон торопливо замотал головой. А вдруг, предположила Люси, это и есть сам лорд Актезиан. Его заколдовали, понимаете? — Скорее, ни то, ни другое, — сказал Эдмонд. — Все драконы любят собирать золото. Зато нам теперь ясно, что дальше этого острова Актезиан не попал. — Вы лорд Актезиан? — спросила Люси. Но дракон покачал головой. И она спросила иначе. — Ты заколдован? Ты был человеком? Дракон тут же кивнул. И кто-то добавил. Позднее спорили, кто именно, Люси или Эдмонд. — А ты, часом, не Юстас? Юстас кивнул своей ужасной головой, стукнул хвостом по воде, и все отскочили в сторону, чтобы спастись от огромных горючих слез, хлынувших у него из глаз. Всем было ясно, что с тех пор, как Юстас превратился в дракона, характер его сильно изменился. Он все время хотел помочь другим. Он облетал остров, обнаруживал, что тот сплошь покрыт горами, по которым бродят кабаны и дикие козы, и приносил много добычи. Зверей он убивал очень милостиво. Очень милостиво. Он просто ударил их хвостом, так что даже они не успевали ничего замечать. Он сжирал часть, потому что он ел все сырое сам, а потом всем приносил на обеды и ужины свежую дичь. Однажды он медленно и устало прилетел с большой сосной в когтях. Вырвал он ее прямо с корнями, где-то на другом конце острова, и она вполне годилась для мачты. В общем, Юстас открыл для себя новую радость. Он понял, как хорошо любить, и как хорошо, когда тебя любят. Это и спасало его от отчаяния. Друзья думали, что с ним делать, привязать ли его к борту корабля, или на веревочке его тянуть, чтобы он плыл по волнам морским, или летел бы над кораблем. Но все эти проекты были неосуществимы. Но речи не шло о том, чтобы бывшего Юстаса, нынешнего дракона, оставить одного на острове. И в конце концов, Аслан великий, сын царя за морем, тот, который в символике сказок хроник Нарнии изображает, иносказательно, и инопластично. Сына Божия, великий Аслан, приказывает однажды ночью Юстасу, дракону, следовать за ним, подводит его, приводит его на вершину горы, купели. Мы начинаем догадаться, что что-то такое-то таинственное, может быть, христианское произойдет. И приказывает ему раздеться. Дракон говорит, ну я и в общем и так не одет. Догадывается, что ему нужно содрать с себя шкуру. Он сдирает с себя первую шкуру, она падает легко, как шкурка с банана. Потом вторую шкуру. Потом он подходит к купели и видит, что он такой же мерзкий и отвратительный, что за ним эта склизкая, гадкая, драконняя шкура так и осталась. И он сдирает с себя, наконец, третью шкуру. Ничего не получается. Тогда Аслан говорит ему, я сам тебе помогу. И он впивается своими громадными львиными лапами в его четвертую шкуру, сдирая с нее так, что тот чуть не теряет сознание от боли, даже, наверное, и падает в обморок, потом приходит с себя, и обнаруживается, что он как тоненький сучок, освобожденный от коры, беленький и мокренький, и такой нежный, и такой тонкий. И он его берет на свои могучие лапы, Аслан, лев, и бросает его в купель. Вода обжигает его, но через некоторое время ему становится необыкновенно приятно. Он бултыкается, карабкается, плавается, плавает, веселится, выходит человеком из этой купели, одевает его Аслан во все новое, и тут он находит своих друзей, все радуются, что он, наконец, стал человеком, пройдя через страшное испытание. Пятое, пятое, языка на русский, квинта, это пять, эссенция, сущность, квинтэссенция. Квинтэссенция человека, человек внутри, это добрый, хороший, чистый, на нем шкуры, страстей, грехов. От каких-то можно отделаться? Можно, в конце концов, заставить себя меньше есть, можно заставить себя не раздражаться, можно заставить себя, ну, чему себе можно? Быть трудолюбивым и целеустремленным, победить в себе лень, но расстаться со своим самолюбием, со своим я, со своей гордыней, без помощи Божией невозможно. И это самое больное. Человек просто как будто умирает, ему кажется, что ну как это я забуду самого себя? Как я откажусь от своего интереса? И нужно пройти через это, чтобы возродилась в человеке настоящая подлинная жизнь. Вот об этом, в частности, книга Льюиса. Спасибо.